Всем привет! Вы на канале Стреться в теле, я Света. А меня зовут Кристина. У меня с сестры вместе ведем блог по похудению. И много мы уже похудели. И худеем дальше. А мне там в мехах? Я в мехах, идет дождь. Кристина без головного убоя, как всегда. На улице очень холодно, ветер и дождь. Да-да-да. У меня есть и капюшон, и шапка. Я говорю, Кристина, давай тебе шапочку хотя бы дам. Ни в коем случае. Она говорит, нет, у меня прическа. Нет, вот ни в коем случае такую шапку на меня не надевать. Я лучше застыжу голову, но не буду ничего одевать. У меня она почти не подходит. У меня сегодня не спортивность. Знаете, мне когда холодно, мне все равно, как я выгляжу. Я одену хоть, я не знаю, хоть шапку-ушанку, хоть что оден. Девочки, я была у стоматолога. Я вам, может, говорила, что у меня там плюс на дууса тогда. Да, рассказывала, нет. У нас елочку украсили уже в центре. У нас есть одна подруга, которая приехала тоже. с севера и уже пять лет здесь живет. И она говорит, что вот только сейчас начала привыкать, что Новый год вот такой. Дождевая. Просто под дождем. И она говорит, и каждый Новый год ждала снега, потому что не ассоциировалась. А теперь просто мандаринами и елками украшают. И уже все-таки привыкла. Так все и на Бали кто-то привык уже. Да. Тоже елку с мандаринами разложат, да? Ага. Новый год прекрасненько. С бокалом мальчины отмечают. В бассейне. Ну, Гуа. Света, ну ты что-то про какой-то слой населения рассказываешь, который в один процент. А это тот, где в голове. Даже 0,05 процентов. Девочки, сделала я зуб, который у меня флюс был. Не знаю, мне он сказал, я вам лошадиную дозу обезболивающего сделал, но мне так все равно было больно, что он сказал, что в прошлый раз на вас оно не действует, что в этот раз опять колол, колол. Я говорю, мне все равно больно. Он говорит, я колоть больше не могу, это уже все, это предельная доза. Я говорю, ну ладно тогда. Зачем ее было ставить? Я еще так сказала. А, ты сейчас оговорилась, да? Зачем тогда было ставить, если все равно все больно. Девочки, короче, мне опять какие-то лекарства там наложили, но все равно что-то, этот, был же флюс. Вот, потом я пошла, мне лаком покрыли зубы, чтобы это. Вон, они там наклейки какие-то, скотч какой-то. Не скотч, а что-то парафиновые, какие-то полостиночки такие положили. Ну, это когда чистят этим зубом. Ну, как будто в брекетах, только не стальных, а бумаги убирать. Ты дожишь? Да потому что это, у меня всегда так отходит после этого. Это не от холода. Да я думаю, может, куда-нибудь спрячемся. Пойдем, мы кофе попьем. Пошли. Мне сказали, что можно все уже пить, потому что мне покрыли лаком, посвятили. А я перед ней болала стоматолога, так что, а мне два часа сказала, не есть. Но он мне сделал по гарантии бесплатно, так как я до этого чинила, сколько, месяца три назад, а он у меня заболел опять. Хотя он гарантии на тот же не давал. А оказывается, это не тот соседний. А, да? Да, но тот давал мне гарантии. И, в общем, бесплатно сделал. Я дрожу, это у меня всегда после стоматолога такой отходняк, от лекарства от этого. Я потом на следующий день, потому что он мне колит, 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 а утром и процепаюсь. У меня как будто бы пахнет, я думаю, после этого лекарства. Потому что... Потому что тебя лошадиную дозу вкалывают. Мне одного хватает, там, кубик или что они там дают. Причем у других такая же история. Ему колят, колят, колят ничего, но чувствительности нет. А потом, ой, вернее, чувствительность продолжается. А потом на утро я только говорю, господи, я столько уже не пью лет, а такое ощущение, что я вчера пила. Вот как анестезия вот это потом плохо действует. Голова болит жутко, у меня она уже начала болеть. Да сейчас ты все и заболеешь, блин, под дождем. Да ничего не заболею. Под дождем ходишь, блин, тут, плохо. Зачем ты мне на танцы считаешь, да? Да, потом зачем работать? Ну, а ты со мной будешь работать? Ага. Я не заболею. И завтра такая лежит. Всем привет! Я из дома. Я снимаюсь из дома сегодня. Сейчас-то потеплело, но опять дожди. На Новый год я посмотрела прогноз. Ну, это же еще неизвестно. Ну, они сдают на месяц прогноз, что год тоже дождик. А там посмотрим. У тебя твои меха уже намокли. Да ладно меха-то, извините, у тебя башка намокла. О мехах тут переживаешь. И в кожаной куточке выпиндерилась. Ты, наверное, подумала, что потеплело, да? Так и так потеплело, уже тепло. В декабре, скоро Новый год, тепло ей. Уже тепло. Ой, и вот не выразумите эту башку вообще никак. Все, пойдем. Ты всегда подписчиков настраиваешь, они мне потом нотации думают. Да хоть девочки тебе нотации посчитают, может, ты их послушаешь. Ну, я же тепло, я в теплом свитере. Девчонки, я сегодня ничего не завтракала. Сегодня у меня по плану выпить кофе. В обед, наверное, я твое куплю. Просто там еще привезли вкусненькие огурчики такие. Не сильно деревянные, знаете, такие пластиковые. А кусяшники? Нормальные. Точка, давай в кружу пойдем? Там один огурчик купил и недорого. Ну, зато вкусный аромат такой появляется. Вот, твое с огурцамина я поем. И на ужин у меня по плану попить один кефир. А почему это все? Может быть, еще дво яйца. А почему это все? Потому что я хочу перед Новым годом, осталось совсем чуть-чуть. А что, а после Нового года что произойдет? А потом, не важно, потом 10 дней праздника, потом я буху так. Мне всегда в парикмахерской говорят, Гристина, только ты одна ходишь на ногти уже после Нового года. Ну, я пошутила, все не важно. Но я до Нового года хочу какую-нибудь пачечку сексуальненькую купить себе красивую. Оно с прослойками жира не ассоциирует. А у меня все с прослойками жира. Даже кусок сала ассоциируется. О, уже новогодний миксы тоже удастся. Красиво. Что-то я хотела сказать и забыла. Опять лекарства, где плохо действует мой мозг. Девочки, любые лекарства, мне сразу же чувствуют заторможенность какую-то. Мне это не нравится. Сразу же какое-то помутнение, рассудка. Что, идем в кофе? Да. А потом после поговорим. Девочки, любые лекарства, мне сразу же чувствуют. Девочки, любые лекарства, мне сразу же чувствуют. Девочки, это салон красоты, делать брови и педикюр. Девочки, любые лекарства, мне сразу же чувствуют. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Я буду есть 150 грамм вот такого творога 9%, полпачки здесь просто возле работы больше никакого не было. Тут 300 грамм, я ровно половину отсыпала 150 грамм, потом четвертинка авокадо, болгарский перец, огурец, два хлебца и сделаю кофе сахарозаменителем. На ужин я буду есть жареную рыбу на вагу, один огурец, один помидор. 12 декабря 19 шагов. Давай, давай на четвертый. А я и так нажала на четвертый. Давай, 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 давай. Мы хотели еще показать, какая у нас погода, темень такая. А время 10 часов утра, а темень? Да, как в утро вечера. Угу, даже не привычка. Просто на улице усилился сильно дождь, нам поговорить с вами вообще невозможно. Просто, девчата, многие говорят всегда про дождливый Питер. Если честно, здесь зимой все время Питер. Ну да, все время, бесконечный Питер. Тот поскучает вдруг по Питеру. Ну, снега-то тут нет, и получается до... Ой, у тебя жарный зал, я по тебе скушусь. Почему? У меня два человека нет. А у меня с 10. Еще ж нет 10. А послухай, покажи хоть чуть-чуть. Вон, 10. Сейчас, девчоночки. А, там музыка знаменитая, это ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, надо не заговаривать. Такое освещение, а мы как с тобой призыки ночи. Музыка сильная, начала играть. Так, мы хотели ответить на один вопросик. Да-да-да. Так, сейчас пойдем эту музыку, слышно, наверное. Да? А посмотри вот туда. Да. Призраки ночи. Сейчас я не могу тут найти, потому что я не вижу музыки. Что-то там по отеке. Сейчас, сейчас, да. Девочки, у вас отеки имеются, а у кого почки не совсем здоровые. Смотрю сейчас вас, мне кажется, вы отечные опья. А мы потом посмотрели это под ролик год назад. Там света еще было в весе почти 90 килограммов. Да, у меня там были жуткие отеки. У меня там такое... Личико было. Да, да. Девчата, ну, вообще, когда лишний вес, мне кажется, у всех есть отеки. Ну, вот сейчас у меня сколько? Лишних 30, это как минимум килограмм. Ну, не как минимум, 30 лишних килограмм. Естественно, у меня постоянно отеки. Видите, утречка, а глазочки, вот. Когда вот такое освещение, видно все как раз изъявны. На фото, если вас не засветили, ну, фотограф, можно сказать, если вас вспышками со всех сторон не засветили, вот видите, выходим на солнышко. Я как будто на 20 лет... Как будто это, идеальной красоты. А только вот свет поменяется, и все, все мужчины видно. Все, вот, всех звезд вот так снимают. Конечно, все засвечено. Как Мерлин Монро. Все такие красивые, 50-70 лет. Только губы и большие глаза, а больше ничего. И вот только что мы 2 минуты назад были в тени. Как раз освещение не было. А потом еще фотошоп она ложит, и вообще прекрасно. Фотошоп это вообще такой обман. Не, мне не нравится, я себе нигде. И в фильтр всякий. Ни в одном кругляшоте, даже на ватсапе в круге не делал фотошоп, потому что, чтобы люди, если меня увидели на улице, чтобы они меня узнали, они говорили, фу, да ты в жизни выглядишь страшнее в 10 раз. Чтобы вот таких фраз не было. Пускай реально сразу же видят. Так, протеки. Это означает, что ты уже принимаешь себя. Это с психологической стороны очень хорошо. Я ни в одном футболе не говорила, чтобы меня сильно не засвечивали, и ничего мне не рихтовали на паспорт. Вот как есть, чтобы так и сфоткали меня. На меня так сложно. Всегда фотографы очень удивлялись этому. Что типа, о, так прекрасно. Ты был бы самый лучший клиент. Я вас сейчас щелкнула, да и все. И Света мне так же фоткает. Она говорит, ты мой самый лучший клиент. Ничего не надо. Я даже не прошу, чтобы я худенькая была. Она даже меня заставляла, когда первое фотошопе сидела, она говорит, не вздумай мне ничего там менять, кожу там чистить и все что-то. Прыщи убирать, вот эти морщины убирать. Даже волосы не, нет, пышнее не делать. Я обычно всегда волосы делала пышнее немножко, грудь приподнимала, талии чуть-чуть убирала. Ну вот фигурку и кожу обязательно очистить. Обязательно. И мне Света как-то взяла одну фотку, она говорит, хочешь, я тебе с фотошопом покажу? Ну я очень чуть-чуть делаю, прям аккуратно, поэтому девчатам всем нравилось. Она мне сделала, я такая, так это же не я, верни меня, верни меня. А сама себе на айлифу этот поставила потом, в WhatsApp, в БК ты выложила. Что бы было, если бы я сделала пластическую операцию? Ой, да там не так уж и много. Я там чуть-чуть тебя заарихтовала. А мне показалось, что это не я. Ага. Как будто бы мне... О, вот девочки, уже более реальность. Засветка. Вот, давай боковой свет сделаем. Вот, уже морщиночки пошли. Все видны. Парышечки красные всякие. Да и то тут еще ничего. Вот, смотрите, какие морщины. Не пугай девочек. А то надо назвать ролики ужасов. Ты говорила, если кто-то там смотрит, из мужчин еще, ну пусть он полюбуется. А, все большие люди. Так что любите, уважайте своих жен, потому что все вот эти звезды на обложках, Света фейк. Это вот мы как раз этим уже мальчиком. И ваши жены самые красивые. Ой. А как вот, Света же танцевала. Почему красивые такие ноги? Вначале тебе под эти красивые купальники толстые колготки наденут, блестящие. Да, двое плотных колготок. Чтобы целлюлит никакой не виден был. Чтобы как будто плотная нога, как будто мяха подтянутая будет. Все вот это затянуто, потянутая упругая нога. Аксандрич, видно, что издалека со сцены и так ничего не видно, ни целлюлит, ничего. А он уж есть. Ну, вот это звезда. Какие у нее ноги. Какие там, где у нее маньки целлюлитные все. Да ты это звездой ее с деньгами. Нормально, как вода, чужие мне. Реснички на креме, вот эти, которые именно на выступления крем. Короче, нужно реальность видеть. А то только вот, особенно мужики, нацепят вот эти айозовые очки. Я хотела голову, ты сказал, уж перья. Кстати, они перья больше одевают. Рубашка лучше, чем у тебя. Значит, ты видела все, что все в перьях ходят. В каких перьях? Павлини. Они думают о себе больше, чем на самом деле. А, ты это переносом зачатываешь? Ты думала, вроде не в воду, не вошли в перья. Или подумала, может быть, про куртки вот такие? Нет. В куртках ходят. Я вот тут вот, что в башке. Вот опять освещение прекрасное. Конечно, девочки, осенний свет, это самый идеальный свет. Получается, кухольное лицо. Я же говорю, как будто тебе снова 20 лет. Так, какой-то еще вопрос я хотела найти. Сделай, Светочка, столб. Девочки, такой комментарий. Всем привет. Екатерина пишет. Можете меня сегодня поздравить. У меня юбилей 60 лет. Катенька, мы вас поздравляем. Желаем всего-всего хорошего. И еще и с наступающим новым годом. Чтобы у вас все мечты сбылись. Чтобы вы прожили столбик. Всего самого красивого. Красивого. Здорового. И чтобы все у детей было прекрасно. И денег побольше. Можете меня сегодня поздравить. Мне 60 лет. Про похудение хочу сказать, что при менопаузе худеть гораздо труднее, чем когда ее нет. Несмотря на это, с вами я похудела 77 до 74. Надеюсь, до Нового года еще один килограмм скинуть. Желаю всем достичь своих желаний. Вот умничка. Да. Какой вы молодец. Просто вообще. Мы так вас рады. Просто в молодости легче худеть. Потом старше еще сложнее. При менопаузе вообще, наверное, будет капец как сложнее. Вы большая молодец. Да, потому что вообще, чем больше возраст, тем привычка сильнее как-то устраивает. Так это болезнь вообще никакой. Он, мама, тоже как сильно похудела. Она вообще там одно лицо ела. Я так бы в жизни не наелась. И мы показывали ее зарядку. Какую они зарядку с папой делали. И при этом все равно. Не, ну не хорошо. Быстро, конечно, худели. Но при этом надо было почти ничего не... Ну, очень мало питаться. 800 килокалорий. 800-900 тысяч. Молода мужа умереть. Ну да. Конечно. Еще одна вот девочка пишет. Не получится у меня после 18 дней есть и не пить алкоголь и кофе. Начальство зверствует, а я заедаю и запиваю. Да. После скольки? После шести. Видимо... Это вы отдыхаете, расслабляетесь после... Ну да. Я всегда плохое советую. Надо уходить с такой работой. Ты мне плохой совет. Нет. Психолог Лобковский всегда это говорит тоже. Он говорит, вот вам если что-то не нравится, не боритесь, не заедайте, не запивайте. Просто увольняйтесь или там уходите из отношений. Ну... Разворачивайтесь и меняйтесь. Ну, после этого пусть и комментарии пишут. Вы... Как я там все брошу, мужа брошу, детей брошу. Что вы такое говорите, чушь вы мерите. Ну, он говорит, если вы хотите правду, вот признайтесь сами себе менять свою жизнь. То вы должны это делать. А если нет, то сидите дальше. И как многие говорят, куда я уйду, я живу... Вот одна девочка написала, я живу в деревне, куда я уйду с этой работы, у нас плохой начальник. Девочки, ну, вот когда вот... Мы же много раз уже говорили, ну, вот прям плохого мужа. Вот он когда совсем уже распустил руки и уже почти становится угрозой жизни. Убегают же. Даже с родителями уезжают в другие города. Вот прям в другие города. Даже вообще сами как-то просто убегают, даже без денег. Вот когда угроза жизни, почему-то человек берет и бросает все, бросил работу, бросил этого же мужа, все бросил, поменял. Вот что должно такого случиться, чтобы человек взял и это поменял? Вот совсем когда звали зону комфорта. Хоть тебе и в ней плохо, допустим, я с мужем жила, мне было плохо, но я была в зоне комфорта, хоть у меня комфорта не было никакого. Ужас это просто. Был нулячий комфорт минусовой, но это была зона комфорта. Мое насиженное место, которое мне в этом, в черепашем домике привыкло жить. Вот не разошлись, да, то я бы и сидела в этом зоне комфорта. Комфорта. Ну да. Не будем подробно в этом копании, я... Да. Потому что либо вы сами пытаетесь менять, либо сидите, пока у меня зарушился этот домик. Ну вы даже сами сказали, что самая главная причина, это ваше начальство на работе. Значит, самое главное, это... Вы можете даже не идти к психологу. Вот к психологам вы 10 сеансов будете разбирать, что вам надо работу поменять. Только они аккуратно и плавно к этому подводят. Они вам не говорят прямолинейно менять работу. Они вас просто к этой мысли подводят, чтобы вы решили эту проблему. Ну ваша же проблема, ваше начальство на вашей работе. Вы что, его не выгоните, этого начальника с этой работы? Ну да. Значит, вам надо или продолжать с ним конфликтовать, или уходить. Но уйти это самый лучший вариант, потому что терпила всегда будет болеть. А вы хотя бы так, потихонечку подыскиваете работу. Понятно, что если ее нету, но все равно, а вдруг, а вдруг попадется, вдруг попадется. Даже маленькие говорят, как иногда какой-нибудь... Если вы будете искать постоянно, так хотя бы второстепенно, может что-то и попадется. Даже хотя бы год будете искать. Еще и год будете искать. По выходным напишите или резюмы, или почитайте объявления. На выходном листайте хотя бы объявления. Может, вам что-то интересненькое там подойдет. Мамы ищут подработку. Вот если, например, мужья начинают спрашивать, да что ты там делаешь? Тебе не нравится работа? Мама начинает спрашивать, бабушки начинают спрашивать. А вам не хочется объяснять, что вы хотите эту работу поменять. Потому что они вас будут отговаривать, да ты там, у тебя хорошая работа, или еще что-то. Никому ничего не объясняли? Надо втайне искать эту работу вторую. Типа, я подработку еще. А потом вы нашли какую-то подработку, сами раз, и оттуда свалили. Я сделала просто на обычной работе, когда я работала в офисе. И я, ну меня прям это галожило. А, я магазин тогда работала. Мне так уже все это надоело жутко. Я просто листала, листала на вид объявления, просто. Я просто хотела какую-то другую работу. Не офисную, не магазинную. И вот дошла просто, требуется в зоу, с животными, в террариум. И мне так загорелось, мне так понравилось. Как раз никто бы не захотел пойти с собой. А я именно хотела туда. Мне так понравилось, я вот поменяла, взяла, ушла оттуда. Так что просто, хотя бы просто листайте. А вдруг вам что-то... Вы даже и не думали, что я в жизнь когда-то пойду в террариум. А вам потом, бац, и в цирк попадете, или там, я не знаю, куда. На корабль поплыть, и мало ли куда вас жизнь закинет. Это всегда затея были, очень странно. Да. То мы с ней один раз сидели, сидели дома. И там у родителей по соседству женщина работала. Она нам предложила поехать на корабль на север работать. И мы почему... Потому что мы узнаем, что там с девушками эти моряки делают. И мы передумали. Туда вообще ни в коем случае нельзя попадать. Не, нам сказали, но только может быть небольшие проблемы. А это очень большие проблемы. Если вы туда с мужем капитана мужа едете, то у вас еще какая-то есть безопасность. А если вы просто едете матросом... Сейчас себе напишут, Света. Напишут жены вот там, что они там прекрасно себя ведут. Потому что... У них защита есть, муж капитан. Нет. Я скажу жены, у которых просто на кораблях ходят мужья. А они зачёсывают, что они прекрасно там плавают. Вот девчата пишите. Очень интересно послушать. Нет, ну нас предупредили. Мы не рискуем просто лишь. Мы не знаю, мы там не были, что они делают. У нас просто женщина, которая там работала, 50 лет. Моя новинка сказала, что она прекрасно там. И у нее хорошие сейчас клести. Она так и с мужем работала. Она вверх с мужем. И это было в хит, знает когда. Сколько лет? 50 лет. Может тогда и было спокойнее. А что сейчас там, неизвестно. Сейчас даже работодатели там бросают, не платят многим морякам деньги. Поэтому мы тоже по-другому. Поэтому просто не стали рисковать. И решили с другой что-то подыскать. Ой, девчата, может дождь закончился? Сейчас пойдем. Уже надо Яночку забирать с танцев. А ты вот здесь побежишь. Да, я вот опять думаю, что мы с тобой говорили, нам написать сейчас. Девочки, ой, там новогодние платьишки. Пойдем подездим. Я просто не сильно по этому поводу переживаю. Девочки, ну, не обижайтесь, мы там не плывали, мы не знаем. Так просто скажите, может это наше ошибочное мнение. Нам просто одна женщина так рассказала, что все хорошо, а другая рассказала, что были случаи. И она своей жизни рассказала случаи. Поэтому, может это на каком-то было корабле. А я потом с моряком познакомилась. И он мне рассказал, что вот эта вся информация, это правда. Плохая информация. Плохая. А, ну ладно тогда. Он сам моряк был, он это объем, все это оставил. А, ну все, тогда что там творится? Ну, нам помешали очень больших денег туда поехать. Так что девчата, думайте. Думаю, что можно за год квартиру купить хорошую, большую. Но, вы знаете, и... Рисковый лик. И нам было когда по 20 минут с небольшим, мы что-то хотели-хотели, а потом перехотели после той, после тех историй. Да, еще подружка с нами хотела поехать. Если бы не было этих плохих историй, девочки, мы бы, может, сейчас даже ролики не снимали. А прекрасно мы там работали. Вот. Как бы так. Но жизнь повернулась так. И мы с вами на канале с 30-летели. Вместе худеем. Девочки, мы побежали на работу. А мы вас любим, целуемся и увидимся завтра вечером. Хай, всего вам дня. Да, пока-пока. Завтра будем кушать. Мукбанк у нас. Пока-пока. Пока-пока.